С нами на связи Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных Сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислав. Вы слышите нас, Владислав? Друзья, слава Украине, слышала хорошо. Да, героям слава. Владислав, вот все тайное становится явным, так или иначе. Уже известны фамилии тех, кто направляет на Украину ракеты, а сейчас вот и тех, кто направляет дроны на головы мирных граждан. Вот что это за люди и что их ждет, по вашему мнению? Видите, на фотографиях улыбаются, довольные такие, да? Понимают ли они, что творят и что их ждет? Безусловно, светлые ребята, светлые глаза, но совершенно очевидно, они творят зло. Зло вселенского масштаба, потому что очевидно, что дроны Камикадзе в первую очередь работают по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. И именно от дронов Камикадзе гибнут в первую очередь мирные жители нашей страны. Старики, женщины, дети. Будут ли эти военные привлечены к ответственности, даже не зирая на то, что якобы они выполняют свой воинский долг, очевидно, что да. Потому как военные преступления не имеют срока давности, и то расследование, которое проводят международные журналисты, оно крайне важно. Потому как зло непокаранное всегда кратно множит. А зло покаранное, оно, собственно говоря, получается заслуга. Думаю, что кейс привлечения к ответственности всех военных преступников, которые нынче действуют в рамках так называемой специальной военной операции, а де-факто это либо наемники из частной военной компании «Вагнер», либо же военнослужащие регулярной российской армии, все они понесут к ответственности и наказание за свои преступления. Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону на трех основных. Для него сегодня направления, по данным Генштаба, это Лиманов, Диевка и Бахмут. Как можно охарактеризовать то, что там сейчас происходит? Значит, я бы в первую очередь обратил внимание на ситуацию под Солидаром. Населенный пункт, который находится в 15 километрах от Бахмута. Там наиболее сложная ситуация. Там россияне привлекают все новые и новые ресурсы для того, чтобы продавить украинскую оборону. Но понятно, что эту ситуацию абсолютно четко отслеживает украинский Генеральный штаб. Привлекает соответствующие резервы для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Традиционно непроста ситуация на бахмутском направлении. Ибо там россияне уже достаточно долгий период времени, более чем 4 месяца, безуспешно пытаются атаковать наши позиции. Но мы знаем, что бахмут полностью находится под контролем украинской армии. А бои идут в населенных пунктах, которые граничат с этим городом. Что касаемо ситуации под Авдеевкой, то россияне, убедившись в тщетности своих усилий по части оккупации Авдеевки, пытаются теперь ее обойти слева и справа. Соответственно, с юга и с севера. Насколько успешны эти атаки, собственно говоря, ежедневно мы слышим сводки украинского Генерального штаба по части артиллерийских и минометных обстрелов в наших позициях. Но мы не видим сообщений, в том числе среди российских пабликов, о том, что россияне взяли под контроль хотя бы какие-то либо существенные территориальные громады и территории. Но вот в то же время на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты он в обороне проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр. Тем не менее, вчера в разговоре с разведчиками мы говорили о том, что Запорожье все-таки остается для россиян еще одной такой несбыточной целью, которую даром что они внесли в свою конституцию. Реален ли бросок на Запорожье? Как вы считаете? Россияне в первую очередь готовятся для обороны Юго-Запорожской области и создания укрепрайонов в районе Васильевки, Токмака, Палок и Мелидополя о том свидетельстве. Но также мы видим сообщения украинского генерального штаба, из которых определяем, что именно по этим укрепрайонам регулярно прилетают украинские хаймарсы, превращают российских оккупантов и их гранитехников в пепел. Очевидно, что все это не напрасно. И не просто так. Очевидно, что для того, чтобы совершить такого рода мероприятие по уничтожению больших количеств противников, необходима слаженная работа как украинских разведчиков, украинских партизан, так и, соответственно, украинских артиллеристов, которые исключительно точно работают по базовым позициям российских оккупажей. Очевидно, что украинская армия готовится к контрразумению. Где это будет проходить, мы все прекрасно понимаем, это государственная тайна. Но то, что идут соответствующие мероприятия по части ослабления боевых возможностей российской армии, это очевидно. Ну и, соответственно, там, где наиболее будут ослаблены боевые части подразделения российской оккупационной армии, именно и там украинская армия будет иметь соответствующие успехи. И именно на этом участке фронта и будут сконцентрированы основные усилия украинской армии. Ну вот интересная ситуация в Мелитополе. Город буквально накачивают военными и техникой. Но, тем не менее, настроения тамаховые. Вот сегодня у нас было включение мэра Ивана Федорова. Он говорит, что вслед за коллаборантами уже оттуда и бегут и российские медики. В городе постоянно слышны взрывы. И вот как все это соотносится с желанием захватить Запорожье? Им, кажется, нужно бежать вовремя. Я думаю, что тут немножко разные структуры и организации задействованы в этих процессах. С одной стороны, российская пропаганда рассказывает о том, что Запорожье уже является исходно русским городом. И никогда не будет оставаться под контролем украинской армии. Хотя всем известно, что никогда российский оккупант не заходил на территории города Запорожья. Ровно то же самое они рассказывают и про Херсон. Запорожье достаточно долгий период времени находится под контролем украинской армии. Там проводятся стабилизационные мероприятия. И единственная проблема, с которой сейчас сталкивается Херсон, это каждодневные российские минометные артиллерийские обстрелы. Очевидно, что путинская пропаганда ненапрасно ежегодно пожирает 2 миллиарда долларов ради своего существования. Она будет рассказывать достаточно дивные истории, в которых белое является черным. Мир является войной, а добро вообще понятие, которое в принципе не может существовать на территории Российской Федерации. Ситуация, что на поле боя критично отличается от тех сообщений, которые постоянно пробустили российские пропагандисты. Поэтому я все-таки больше ориентирую и вас, и наши зрители на то, чтобы мы больше смотрели на то, что происходит на поле боя. И радовались украинской армии, но при этом всячески помогали украинской на силу обороны. Потому что совершенно очевидно, что только вместе мы сможем преодолеть российское сопротивление, уничтожить врага и выйти на границу Крыма в формате 2021 года. Генсикнату Энстолтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления. Такого же мнения командующий военной миссией Европейского Союза адмирал РВ Ближан. Еще вот в ноябре, во время выступления перед депутатами Национальной Ассамблеи Франции, он приводил такие цифры. Россия потеряла 60% общего запаса боевых танков, 40% БТР, расчерпала 70% запаса ракет, лишилась 20% артиллерии. Тем не менее, тоже он предсказывает новую попытку наступления россиян в начале весны. Вы такого же мнения? Я не так привязываюсь к временным показателям, как к возможностям. Для того, чтобы как украинские силы обороны, так и российская оккупационная армия имели возможность уступать, я не думаю, что абсолютно привязка к каким-либо датам, хотя да, россияне символизм. Но думаю, что в первую очередь тут привязка к боевым возможностям резервов сторон участниц конфликта. Соответственно, украинские силы обороны и российской оккупационной армии. Бои, активное либо наступление, либо контрнаступление, начнется как только соответствующие резервы, ресурсы, получат та или иная сторона нынешнего военного противостояния. Я в этом отношении, безусловно, ставлю на украинские силы обороны, потому что наша армия действует при тотальной поддержке стран коллективного Запада, очевидно, ну и при безусловной поддержке украинского народа. Но опять же повторюсь, что когда начнется украинский воороны наступление, на каком участке фронта это является государственной тайной, и думаю, что об этом мы узнаем фосфакт. Будут ли россияне пытаться так говорить? Да. Потому как путинские мечты о выходе на административные границы Донецкой и Луганской области, о удержании южного сухопутного коридора, который соединяет временно-суферный Донецк с временно-оккупированным Крымом, и, соответственно, мечта Путина взять по контролю Киев, никуда не делись. Но другое дело, что вряд ли украинские силы обороны позволят исполнить эти мечтам. Наши разведчики говорят о двух возможных сценариях вражеского наступления, с севера или с востока. Вот, например, могут кинжальным ударом отрезать Харьков, предполагают и такой удар. Как по-вашему, какой сценарий более реален с учетом всех последних событий? — Наиболее авторитетный специалист в этой области тут и сейчас, безусловно, это главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Он определяет по степени приоритетности в три направления. Соответственно, первый, по частности, приоритет — это восточное направление. Попытки россиян выйти на диссертивной границе Донецкой и Луганской области. Далее южное направление, ну и далее северное направление. Опять же, там позиции разнятся, либо же Путинская армия будет пытаться снова атаковать их. Но она имеет печальный опыт таких действий, и мы все помним, чем все это закончилось. И, возможно, атака на Валерийском направлении с целью перерезания логистических маршрутов, которыми сейчас следуют грузы военного назначения из стран коррективного запада для Украинских. — Хотел бы вернуться к Бахмуту. Вот то, что там сейчас происходит, оно войдет, скорее всего, в мировую историю войн. Вот, казалось бы, столько лет прошло после Второй мировой, а Россия и дальше применяет всю ту же тактику, да, забросать трупами своих солдат. Перед Новым годом в героическом городе побывал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Я хочу процитировать буквально его слова. Солдаты показали мне участок, где нагромождены трупы, как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они навалены друг на друга, эти тела, как импровизированные стены. И когда российские войска наступают на этом поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит. Но это не работает. Там фактически поля мертвых тел. Как прокомментируете это все? Генерал Буданов является должностным лицом, который имеет, пожалуй, наиболее полную картину ситуации на поле. И, безусловно, он озвучит те вещи, которые он является, и в том объеме информации, которая может быть доступна всем нам. Очевидно, что путинская армия использует тактику пехотно-артиллерийских атак, пытается добиться пехотно-артиллерийских атак. Насколько успешна эта тактика, мы на этом все убедились на своем опыте. Совершенно очевидно, в более четырех месяцев каждодневных, неоднократных атак путинской армии, представители частной военной компании «Вагдер» приводят только лишь к одной позиции – к увеличению российского маркировода. В принципе, в эти дни российские потери в полку приблизились к цифре 100-10 тысяч. Россияне в течение последних двух лет теряют более чем 500 жизней своих военнослужащих. Очевидно, что является ли такой подход рациональным в участии в выполнении боевых задач, в участии в эффективности в выполнении боевых задач, безусловно, что нет. Но, как считаете, у них просто нет другого выхода? Они только так и умеют воевать? Мне очевидно, что путинская армия работает и воюет по нормам, лекалам, алгоритмам и правилам Второй мировой войны. Те самые знаменитые жуковские атаки, вот сейчас в меньшей степени, потому что, как говорится, в российской армии, кратно меньше, нежели в советской армии. Собственно говоря, эти тактики они используют. Российские генералы воюют так, как учили в российских же академиях и военных, иных военных. Франция пообещала передать Украине легкие колесные танки АМХ-10РС и бронемашины «Бастион». Что вы могли бы рассказать об этих, о боевых возможностях вот этой техники? Что касаемо колесных танков, то пушка 105-го калибра достаточно сбросное вооружение. Безусловно, ходить в танковые атаки против российских танков на такой технике крайне сложно. Но я бы не стал недооценивать современную технику, которая находится в том числе и на вооружении у французской армии. Очевидно, что современная технологичная техника, которая имеет прекрасные тактики и технические характеристики, это хорошее подспорье для украинской силы обороны. И это реализация того самого кейса, на котором настаивает генерал Валерий Залужин. Получение бронетехники от наших западных партнеров. В количестве 600-700 боевых броневых машин, порядка 300 танков и 500 орудий. Это тот самый комплект сил и средств, который необходим украинской армии для того, чтобы одержать полную победу на поле боя. Вот АМХ это не самые новые танки, конечно, но лиха беда начала. Еще недавно при слове танки наши союзники замыкались в себе, ничего не отвечали или говорили, нужно еще подождать, не время. Сегодня это уже данность. Может ли такое решение подтолкнуть и других союзников, расширить ассортимент поставок? Уверен, что именно так она и будет. Тем более мы все находимся в преддверии очередной встречи с форматом «Рамштейн-50 плюс». Очевидно, что после того, как наши американские партнеры передают нам первую батарею комплекса ПВО «Петриот», то возникает вопрос, какими аргументами теперь будут крыть наши немецкие партнеры, которые ранее говорили, что первыми они никогда не передадут для вооруженности Украины такого типа. Владислав, появилась уже связь. Да, 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 слышим вас. И в этот раз передача техники от французских производителей является тем самым фактором, который, думаю, повлияет на принятие соответствующих нужд для Украины решений иными нашими западными партнерами. Ну и президент наш говорит, что нет никаких причин не передать нам танки. Еще один вопрос к вам. Главный военный разведчик, снова-таки Кирилл Буданов, рассказал, что согласно его источникам в окружении Путина, тут действительно болен рак и протянет недолго. Правда, уточнил глава разведки, но, скорее всего, произойдет это уже после поражения России и победы Украины. А вы вот как относитесь к такой информации? Вот мы не можем ведь надеяться на чудо, да, только на ВСУ? Не надеясь на чудо, чудите сами. Есть такое крылатое выражение. Я думаю, что мы в первую очередь должны ориентироваться на возможности украинских сил обороны. А украинские силы обороны, наши боевые возможности формируются на основании нескольких факторов. Мотивации, обеспеченности и поддержки. Поддержки как украинского народа, так и военно-вторых, поддержки наших западных партнеров. Ну и очевидно, что Путин может жить достаточно долго, возможно, может жить недостаточно долго, возможно. Ситуация на поле боя будет определять не состояние здоровья крыльевского диктатора, а успешность действий украинской армии. Совершенно очевидно, что украинская армия победит в этом противостоянии с российской оккупационной армией. Единственный сейчас вопрос, который является очень важным, это цена этой победы. Владислав, спасибо вам большое за этот интересный разговор, за вашу оценку ситуации. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины, был с нами на связи.